значит надя еще раз если вас позвали на интервью тем более у вас был фон скрининг это значит что в профессиональном плане вы соответствует то есть вероятность того что вас сыпанут и не возьмут там из-за того что вы чего-то не знали это или скажем не могли бы делать работу это до 1 процент все остальное значит вас будут сравнивать с другими людьми может быть еще пара человек которые тоже могут делать эту работу то есть в смысле делать работу вы все одинаково замечательно но дальше вот кто из вас более мотивированный более симпатичный лучше вписывается в команду и тогда поэтому это все в основном вот идет так на этом уровне вас могут спросить там и будут спрашивать какие-то вещи на которых вы должны показать что вы хороший человек вам скажут расскажи о компании где ты работал расскажи о себе какой у тебя был рабочий день там допустим а что там за джайл у вас был что проходило во время там этого джайл скраммитинга и так далее от вас не требуется продемонстрировать глубокое знание от вас требуется продемонстрировать принадлежность есть люди которые 10 лет работали и не могут сказать двух слов кроме того что тестировал в приложении а есть люди которые там всего два месяца практиканта было может час рассказывать что там вокруг было 5 поэтому одно дело опыт другое дело поговорить значит и не поэтому готовы бойся почему улыбайся энергетика пошла против когда человек улыбаетесь мне как-то вы натянуты вы как вам сказать вы симпатичная но я может быть знаете как в моем возрасте вот все симпатичные я уже не знаю там чё сказать но вот но вы очень симпатичная молоденькая хорошенькая глазки замечательные улыбка прекрасно вы только не даете себе немножко улыбнуться вот но вы вот представьте себе знаете вот вы допустим выходите из такого шикарного автомобиля возле пляжа у вас такая шляпа таким полями красивая вы ходите и все на вас смотрят пошла но не совсем в таком образе но но этого и есть да поэтому вы идете на интервью вы не идете на интервью боясь что вас где-то не возьмут значит смотрите какая история вы по-любому победитель вам могут дать работу или не дать но вы по-любому победитель они если вас не возьмут они просто время потратили а вы если вас не возьмут кое-что с этого получили вы использовали их время чтобы потренироваться так и стать немножко лучше и когда будет следующее интервью значит будет следующий интервью я вам скажу когда я смотрю на тампу на майами и на орландо в тампе работы больше чем в орландо и майами вместе взятых раза в два понимаете вы находитесь в очень очень таком плотном месте там крови вас может быть еще там два человека наши студенты все поэтому вам не надо бояться ничего это у них проблема что они никого дать не могут я вас не уговариваю я просто рассказываю картину а как она есть на самом деле найти человека очень сложно если в кремниевой долине они под диким стрессом и они просто не могут никого взять если он недостаточно хорошая не могут учить никого и у них нет сил здесь то у вас такого вопроса нет если человек правильный человек правильный они его возьмут они будут его учить и продвигать и все так у них других нету поэтому они смотрят на вас как на инвестицию какой возвратный инвестмент вот что они хотят они хотят чтобы вы хотели расти профессионально все всем нужна работа ну в смысле пэй чек всем нужен там билла надо платить это понятно это мы вынесли за скобки мы это поняли но вот этот расскажи о себе выглядит я жила жила пришла в кей в конечном счете и и когда я открыла для себя кей я настолько обалдела от счастья я никогда в жизни не получала столько пришейшим я никогда в жизни не бежала на работу так как я сейчас бегу и и ты мне можешь предложить 10 разных работ сегодня я даже слушать не стану я хочу к ей но только не кей ки я хочу расти я хочу быть контрибьютором я хочу быть сам он who makes the difference я я хочу ростом профессионального поэтому я когда на вашу контору смотрю я спрашиваю себя в чем что чему я здесь у вас научусь вот ты мне скажи ты же со мной беседуешь ты мне скажи ты же лучше знаешь давайте и вот он как наш человек хочет чего-то основная проблема людей которые ищут работу они не хотят ничего кроме паечек а его надо биллы платить он хочет какое место где он может сесть там забиться по стол и ни хрена не делал вот проблема в чем понимаете а когда чек рвется куда-то и и вот вот это все что вам даст работу вы когда вы выходите на ринг да или там на ковер вот вы имеете две составляющие вашего будущего успеха значит одна составляющая это кто вы есть и то что много 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 лет до этого формировалась это ваше образование это усердие это какие-то личностные качества и так далее а есть что-то такое что быстренько делается какие-то курсы вы прошли какие-то проекты вы поделали там два дня подряд там перед интервью вы готовились чему-то видео смотрели там и так далее то есть вот такая короткосрочная какая-то такая вещь поэтому долгосрочную вы не можете изменить сейчас никак потому что она она вы с ней пришли но долгосрочная это и есть на 95 процентов то за что вас возьмут вот оставшиеся пять процентов краткосрочное это не за то что вас возьмут а это то за что вас не возьмут если вы не в состоянии делать эту работу если вы не дотягиваете они просто не смогут вас взять но берут вас вот за то кто вы есть а не за то что вы получили последние несколько дней и И это то, чего люди вообще не понимают. Они думают, что он сейчас HTML подучит, JavaScript подучит. И вот тогда его куда-то возьмут. Да это пыль на сапогах. Поэтому говорят, расскажи о себе, что за человек. И вот тут всё происходит. Понимаете? Вот поэтому в голову не берём. Вы совершенно не зависите от того, возьмут они вас или не возьмут. Вы не для этого туда идёте. Понимаете? Вы туда идёте понять, на каком вы свете. Что за люди, чего они спрашивают. Вы идёте туда, чтобы потом записать всё, что вас спросили. Выйдите с интервью и запишите всё, что вас спросили. И потом подготовите подробный хороший рассказ. Чтобы в следующий раз уже было тип-топ. Больше того, если вы сходите на три интервью, поскольку резюме у вас одно и то же. То и спрашивают они примерно одно и то же. После трёх интервью получить новый вопрос вообще невозможно. Это, не, ну, возможно. Но вероятность уже никакая. Всё, что они могли спросить, они спросят на этих первых трёх интервью. Значит, ваша задача, вы идёте на эти три интервью. Первое. Не говорите себе, у меня есть интервью завтра. Вы говорите, у меня есть ближайшие три интервью, я к ним готовлюсь. Я, когда иду на эти три интервью, я уже должна прийти. Это вы должны готовить заранее. Потому что это маст. Мимо этого вообще не пройдёте. Это как бы все спросят. Но дальше вы смотрите, какую конкретику генерит ваше конкретное резюме. Вот то, что я сейчас перечислил. Все люди, которые идут на интервью, все люди их спросят вот это. Но дальше есть вы. У вас есть какой-то проект. И в этом проекте есть или мультимедия какая-то, или какие-то дроны летают. Или там, я не знаю, электричка кофе развозит по домам. Ну, я не знаю, что там у вас может реально быть. Или там косметикой торгуют в онлайне. У вас есть что-то. И вот это что-то сгенеет ещё несколько вопросов. Это может быть по платформам. Это может быть по инструментарию, который там бы использовали. Какие-то там, не знаю, средства. Это может быть по, допустим, у кого-то это больше мобильное. У кого-то это больше вебовское. У кого-то это автоматизация какая-то, которая есть там на уме. Значит, что касается... Да, и вы вот так посмотрите. Что касается автоматизации. Вы говорите, я не то чтобы по нулям, да? Но, к сожалению, вот там, где я работал, автоматизацию делали другие люди. И я, с одной стороны, как бы хотел, но, с другой стороны, мне не очень доволен. Я безумно хочу автоматизацию. Безумно. Я днём и ночью буду сидеть, только дайте мне возможность. Понимаете? И это самое главное и есть. Есть люди, которые уже знают как. Ну, им скучно и не хочется. Вот. А есть люди, которые рвутся в бой. И вот это то, за что вас возьмут. Если бы автоматизация была нужна им сегодня, у вас бы не было этого интервью. Нет, у них тут нету про автоматизацию. Может возникнуть. Может возникнуть. Я просто к чему говорю? Что если разговор возникает, но у вас в режиме этого всё равно нет, допустим. Ну, значит, они всё равно хотели вас это самое. Вы можете, например, у вас хороший вопрос может быть. Вот вы можете задать хороший вопрос. Когда мы говорим, какие вопросы мы задаём. Мы говорим, как вы видите идеального кандидата и так далее. Вы можете сказать. Знаете, я вот пытаюсь понять ваш интерес в новых людях. Например, вот когда вы моё резюме увидели. И вы решили со мной поговорить. Вот конкретно в моём резюме. Что вот было такое, что вас заинтересовало? Опа-на. И тогда вы сможете дальше в это глубже идти. На следующем интервью. Или в той же компании, но с другим человеком. Понимаете, вы тогда знаете что? Это шикарный вопрос. То есть вы... Вот и так тоже можно. Хорошо? Хорошо. Вот. Поэтому вы немножко больше боитесь, чем оно того заслуживает. С точки зрения бояться. Я немножко боюсь вот этих вопросов, когда оно пойдёт в глубь. Вы волнуетесь. Вы волнуетесь. Я об этом говорю. Вот этого вот, как бы, вот глубокого. Я вот всё размывчато понимаю. Надюша, Надюша, у вас на лице стресс. Так? У вас на лице стресс. А вы должны расслабиться немножко. Значит, вам не нужно стресса никакого, потому что его там не должно быть. Не потому что вот, ну-ка, сделай так, чтобы стресса не было. Да его нету там этого стресса. Значит, в среднем каждый третий, вот в вашем классе человек, каждый третий получает работу с одного интервью. С трёх интервью получают процентов 90. То есть не получить работу с трёх интервью, это надо умудриться. Посмотрите, вот сейчас две девочки, да, Татьяна их зовут. Вот, две Татьяны в вашей группе получили офер. Я извиняюсь, это перед вами группа, они, они... Уже с нашей группой одна девочка писала, что получила. Да у вас там не одна, на самом деле, это просто не все пишут. Да. Вот, мы когда референс-то даем, мы знаем. Так вот, предыдущая группа, вы их не знаете, там две Татьяны. Одна там в Остине, а другая, по-моему, как раз в Тампе. И вот они пошли, и с первого интервью две Татьяны из одной группы получают там офер. Понимаете, поэтому они вам могут дать с первого интервью, могут не дать. Это не важно. Но с трёх интервью это почти гарантировано. Но если вы с трёх не получили, то дальше, ну уже практически любое интервью, да, вы туда уже идёте, чтобы забрать свой офер. Но ещё раз, даже это не то, зачем вы идёте. Вы себе говорите, допустим, я являюсь тяжёлым случаем. Допустим. Хотя это совершенно не так, но допустим. Допустим, мне нужно 10 интервью, чтобы получить офер. И это, я вам скажу, один человек там на 50. Вот так. Чтобы ему нужно было 10 интервью. Вы говорите, вот я такой тяжёлый случай. Каждое следующее интервью приближает вас к этой десятке. Ну, смотрите, человек прошёл 3 интервью, офер не говорит, я завалил 3 интервью. Это неправда. Правда состоит в том, что он на 3 интервью приблизился к своей десятке. Но готовиться надо. Вы не можете сказать, ну где там ещё интервью, сейчас вот сейчас количество возьмём. Нет, нет, вы должны готовиться. Как только вы свою работу выполняете по подготовке к следующему, так каждое следующее всё более и более вероятно даст вам этот результат. Поэтому вы просто, как сказать, вы перегрузили немножко ответственностью вот это мероприятие. Вы повесили на него больше ответственности, чем там есть. Основная ваша ответственность это, первое, сделать то, что вы можете сделать. Человек не может сделать то, что он не может. Но то, что может, он должен сделать. В смысле подготовки, в смысле пойти рассказать и так далее. Это первое. Сделать то, что вы можете. И каким-то образом немножко приблизиться к тому, чтобы в следующий раз быть лучше. То есть вы должны сделать то, что возможно, проработать то, что там было. И быть немножко сильнее в следующий раз. И вы не сравниваетесь ни с кем. Вот вокруг вас миллион человек, вам пофигу. Вы должны быть лучше себя в следующий раз. Вы должны быть лучше себя сегодня. Лучше себя сегодня. И это путь. Как только вы говорите, мне просто нужно больше интервью, это путь в никуда. Конечно, люди немножко улучшаются просто от опыта. Но вот, допустим, его трясло, а он пять интервью прошел, и он перестал трястись. Он говорит, да, интервью, это мы там знаем. Конечно, он лучше становится естественным образом. Но в тысячу раз лучше. Если вы добавите к естественному образу, еще более естественное. Готовиться, готовиться, готовиться. Был ответ на вопрос. Думаешь, а как лучше ответить? Допустим, был хороший ответ у вас. Но думаю, а как лучше? Всегда можно лучше. Можно точнее. Понимаете? И вот однажды нужно научиться это делать. Вот, поэтому... А я только телепатерстов уже десятый раз переписываю. Я выучу, потом рассказываю, потом думаю, нет, надо тут сократить. Надо вот тут наоборот убрать. У меня уже сын говорит, мам, ты уже, по-моему, десятый раз переписывай. Ну, это неплохо. Потому что это, еще раз, это опыт, это все... Каждый проход следующий оставляет какой-то след. То есть вы немножко меняетесь. Уже вы становитесь немножко лучше, еще лучше, еще лучше. Вот. Но я не вижу ничего плохого в том, что есть мандраж. Это хорошо. Мандраж это хорошо. Вот. И... Ну, и тоже... Понимаете, вы можете взять там жменью этих... Валерьянке там и выпить таблеток. И прийти такая вообще расслабившаяся. Но... Это тоже не путь. Это тоже не путь. Так, на нерве пришла. Но с улыбочкой так. Хорошо. Сходите, просто посмотрите. Вот я вам скажу такую интересную вещь. Чем меньше вы грузите ответственностью за результат ваше интервью, тем больше шансов, что вы им понравитесь. Потому что, когда в человеке есть напряжение, оно немножко отталкивает. И как-то так... Эти люди зажимаются. Когда человек пришел, расслаблен, он их расслабляет. И они все расслаблены. Еще кто вас интервьюирует? Есть люди опытные. Они понимают, что у вас стрессовое такое состояние. Они вас расслабляют. От водички туда-сюда, как дела, как погода. А есть такие вообще без понятия. Там уткнуться. Вот такая женщина эффектная. А не хоть бы что. Поэтому... Поэтому... Значит, вы в беспрогрешном положении. Абсолютно. То есть, вы оттуда уйдете не с пустыми руками. А они уже там... Их много, а вы одна. Не, ну правда. Значит, и вам же не нужно пойти на 5 интервью, получить 5 оферов. Вам достаточно одного. Сегодня. В следующий раз пойдете. Будет более продуктивно. Потому что вы меняетесь в лучшую сторону. Когда пройдет пару-тройку лет, так вы будете с 5 интервью 5 оферов получать. Но... Сейчас у вас самый трудный период. То есть, самый сложный поиск работы у вас именно сейчас. Но... Но... Я вам хочу сказать, что многие бы вам позавидовали. Потому что... Это на порядке легче, чем в других профессиях. Это на порядок легче, чем если бы вы то же самое делали. Вот у нас тут в Кремниевой долине. Где... Ну... Очень-очень-очень много... Ограничений, стресса, зажима. И... Не хочу на рекорд там говорить всякие вещи. У нас девочка одна проходила интервью на большой конторе. И она из Индии сама. И там тоже... Там весь отдел был из Индии. Но другая девочка наша же, которая там работает, она потом... Я говорю, а что же ее не взяли? Это одна из лучших у нас. Она говорит, она не из того штата. Там, в Индии. В Индии. Ага. То есть люди, которые там были из Индии, не взяли ее, потому что она не из правильного индийского штата. Ну да. Это у них... Это ихняя, да. Понимаете? Не Каста. Нет, штат не тот. Я просто чему рассказываю. И это может быть причиной. Поэтому вы контролируете только то, что вы в состоянии контролировать. Вы не контролируете их ни в каком смысле. Только себя. Поэтому вот если вы сами себя контролировали, сделали хороший заход, сделали лучше, чем там могли, я не знаю, там и так далее. Вот это вот оно. Или лучше, чем в следующий раз. Хорошо? Вот быстро еще вопрос. Давайте. Я проходила интервью с Кристиной, она сказала, что лучше объединить Tell me about yourself and why we should hire you. Просто сразу все в кучу рассказать. Это правильно? Значит, вы не смотрели мои видео на этот счет. Значит, история Tell me about yourself объединяет несколько историй. Не одну. Несколько. Значит, сейчас мы отрубим тут. Значит, первое, это начинается... Ну, вы должны смотреть мои видео. Я видела. Значит, начинается образование. Потом, что ты делал после этого образования. Потом идет вопрос. А почему ты вообще менял профессию? А почему эта профессия оказалась QA? А как ты себя видишь там через 5 лет? Это же тоже отдельный вопрос. Значит, почему мы должны взять тебя? То же самое, практически, из той же серии. Поэтому ваша история идет из прошлого и заканчивается в будущем. Не сегодня, а в будущем. Я хочу вот этого. Поэтому вы естественным образом в истории Tell me about yourself покрываете. И почему QA? И почему вообще смена профессии? Может быть, там эмиграция? Или там еще что-то. Вот. Или там не была happy там с тем, что есть. И чего вы хотите от этой профессии? Как вы себя видите в будущем? И вы... Если вас после этого спросят там... А почему QA? Или вас спросят, а как ты себя видишь? Это значит, что вы историю Tell me about yourself не рассказали так, как было надо. Понимаете, после... Если вы хорошо рассказали, то уже не нужно спрашивать, а как это, как то, потому что оно уже все включено. А как долго я могу это себе говорить? Максимум две минуты. Ну вот поэтому я все время урезаю. Конспективно. Нет, ну урезать это замечательно, но надо... Вот фразы первые, там допустим, какое образование у вас? Аккаунтинг. Аккаунтинг. Работали в аккаунтинге? Да. Да, приехали в Америку, надо было профессию менять. Я здесь получила образование аккаунтинга. Здесь получила. Почему вы из аккаунтинга хотите уйти? Ну я уже не работала три года, я уже ушла из аккаунтинга. Ну хорошо, но ушли почему? Мало платили. Окей, значит, вы приехали в США, так? Значит, вы говорите, у меня образование по аккаунтингу, и я когда приехала в США, я думала, может быть, профессию поменять. Меня на самом деле тянуло к компьютерам тогда очень сильно. Но мне говорят, послушай, у тебя ходовая профессия, полно работы, даже не думай. И я пошла, работала в аккаунтинге. Я не могу сказать, что мне там как-то плохо было. Я вполне нормально работала, но в какой-то момент я поняла, что я не своим делом занимаюсь. И я не знала, что еще делать, чем себя занять. Я просто не знал. И тут, ну вот, случайные обстоятельства так сложились. Вот мне люди говорят, вот QA, какой QA. Ну я пошла, послушала, на YouTube послушала, курсы какие-то брала, еще что-то. Я чувствую, классно. Я чувствую, что мне нравится. Ну и потом я уже поработала немножко. И я думаю, боже, как хорошо, что я тогда послушала и пошла, и разобралась. Потому что я нашла себя. И я хочу в этом быть дольше. Я не хочу никаких других оппортюнити сегодня. Я просто хочу расти в QA. И вот поэтому я здесь, поэтому я с вами беседую. И вот это то, кто я есть. Все. Вам не нужно больше минуты или полутора, чтобы это рассказать. Не нужно какие-то подробности о том, что их не интересует. Их интересует, где вы будете завтра. Откуда вы взялись и где вы будете завтра. Потому что это единственный вопрос важный. Еще важный вопрос насчет зарплаты. Я знаю, вы говорили 35 и все. У нас во Флориде мне все постоянно говорят, что я должна go down. Нет, 35 я вам не говорил. Я говорил, что 25-35. И 35 это если у вас компьютерный бэкграунд. Значит, у вас в тампе вы можете сказать, что 30. 30 нормально. Ну, вы можете сказать, у меня сейчас 25. Вы можете сказать, у меня 25, но я, допустим, 30. Ну, даже 28. Ну, вообще лучше 30. Ну, я, наверное, все-таки 25 останавливаюсь. 25, 25 вы не можете, это очень мало. Ну, я просто скажу, что у меня 25. И надеюсь, что вы мне предложите больше. Да. Чем я имею сейчас. Ну, это на интервью. Но когда вы с рекрутером говорите, вы не можете сказать, я надеюсь. Вы должны назвать цифру. Нет, а рекрутером я называю цифрой. Нет, это я буду... 35 многовато. 30, вот я скажу, по всей стране, в любой точке США, 30 это нормальный день. Даже для... Даже у вас там, да. В общем, абсолютно нормально. То есть 30 это... Платят и в Майами, и в Орландо, и где хочешь. Там 30-28 легко платить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова